Теперь давайте поговорим про аргументы другой стороны, в пользу того, что это была все-таки российская ракета. Ну, во-первых, на видео видно, что ракета летит к цели прямо под углом около 45 градусов. Это характерный для крылатых ракет угол атаки. Сначала такая крылатая ракета летит более или менее горизонтально, а потом резко снижается и идет на цель. Во-вторых, такой округлый, тупой нос ракеты, ну, по крайней мере, насколько можно понять по видео, в отличие от заостренного носа ракеты зенитно-ракетного комплекса. Вот на этом кадре в более высоком разрешении, который опубликовал российский телеграм-канал «Осведомитель», неплохо видно и носовую часть, и своеобразный такой нарост сзади ракеты. Этот нарост похож на турбореактивный двигатель ТРДД-50, которым снабжена ракета ХА-101, и которого нет у зенитной ракеты АМ-120. Вопросы вызывает наличие или отсутствие у ракеты крыльев. У ХА-101 крылья вроде бы должны быть хорошо видны, они довольно большие, а у этой ракеты они в таком качестве, ну, действительно могут напоминать крылья, небольшое оперение зенитной ракеты АМ-120. Однако мы видим ракету в профиль, и под таким углом размах крыльев оценить невозможно. Кроме того, низкое разрешение не позволяет нам разглядеть детали. Третий аргумент — это четкая траектория атаки. Если бы это была потерявшая управление или сбитая ракета, она бы, скорее всего, вихляла, вращалась, свободно падала бы. Эта же ракета летит четко на цель. В-четвертых, отсутствие характерного для зенитной ракеты пламени и инверсионного следа. Для примера, вот так выглядит полет зенитной ракеты, а вот так летит крылатая ракета ХА-101. У зенитной ракеты ракетный двигатель, у ХА-101 турбореактивный. И то, что мы видим в Охмаддите, больше похоже на второй вариант. В общем, на мой взгляд, аргументов в пользу того, что это прямое попадание российской ракеты, все-таки больше, чем в пользу версии о случайном ударе ракеты украинского ПВО. И к тем же выводам пришли многие военные эксперты. Например, Юрий Федоров, Леон Матвеев и Юлиан Ребке из Бильд. Их аргументы в целом схожи с тем, что вы услышали выше. В таком случае мы должны рассмотреть две гипотезы. То, что это был случайный, ошибочный удар, или то, что он был злонамеренным. И ошибка — это объяснение, которое первым приходит в голову. Хотя рядом с больницей нет военных объектов, буквально соседнее здание — это здание Министерства инфраструктуры Украины, а также здание Государственной авиационной службы. Я напомню, что Минобороны России заявляло, что наносило удары по авиационным базам Украины. Кое-какие предположения можно сделать по комментариям кремлевских спикеров. Например, политехнолог Сергей Марков, работающий на Кремль, в своем телеграм-канале написал, что рядом с больницей якобы шло совещание генералов в ВСУ. Х-101 является достаточно современной ракетой. Ее заявленная точность — 10-20 метров. Однако во время войны в Украине были уже примеры того, что эти ракеты промахивались мимо своих целей. Это может быть как ошибка системы наведения, так и ошибка операторов при вводе координат. В любом случае, давайте не будем забывать, что у России нет права бомбить Киев и другие города Украины. Ни промышленные объекты, ни государственные, никакие другие. Другая гипотеза состоит в том, что удар по больнице мог быть намеренным. Можно вспомнить, что в Сирии, по мнению международных наблюдателей, российские войска и союзные им силы сирийской армии Асада регулярно атаковали гражданские больницы на территории неподконтрольной режиму Асада. И, предположительно, они рассматривали любые медицинские учреждения как потенциальные военные госпитали, и поэтому их атаковали. Российская сторона отрицала эти атаки. Однако в Украине, по данным Всемирной организации здравоохранения, с момента полномасштабного вторжения было осуществлено уже более тысячи нападений на медицинские учреждения и медицинский персонал. Эксперт по здравоохранению и правам человека из университета Джона Хопкинса Леонард Рубинштейн в интервью New York Times заявлял, что Россия в одних случаях намеренно выбирала мишени у больницы, а в других неизбирательно атаковала районы, где расположены медицинские учреждения. Учитывая этот контекст и помня о том, что надпись «Дети» не помешала разбомбить театр в Мариуполе, мы не должны исключать и того варианта, что удар по детской больнице мог быть осознанным, как бы чудовищно это ни звучало. Продолжение следует...